Никогда не меняйте систему, если она работает. Бернхард Клазин, Дитагизи Тунг, Германия. 24 мая 2018 года. В одном вопросе канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин сошлись во мнениях. Газопровод Северный поток, два построить необходимо. Они еще раз подтвердили это на встрече в Сочи в прошлые выходные. Но так ли уж нам нужен новый газопровод? Разве мы не думали некоторое время назад, что пора отказываться от ископаемых источников энергии и усиленно продвигать использование возобновляемых источников? Ведь, в конце концов, газ мы получаем и сейчас, при том из года в год. Даже если периодически возникают споры из-за денег. Русский газ течет к нам через Украину, Словакию, Чехию и Польшу. И все на нем зарабатывают. То есть система работает. Как говорится, никогда не меняйте систему, если она работает. Любые новые трубопроводы, это дополнительная угроза для экосистемы. Северный поток, два пройдет по участкам дна, где могут быть остатки высокотоксичного оружия времен Второй мировой войны. Труба уничтожит птичьи и морские заповедники и испортит наши отношения с европейскими странами-транзиторами. А ведь трубопроводы вполне могут способствовать сохранению мира. Трубопровод, проходящий через территории враждующих стран, заставляет их в интересах функционирования системы все время договариваться между собой. Это видно на примере до сих пор идущих через Украину трубопроводов. Пока России нужен этот трубопровод в соседней стране, Москва заинтересована в политической стабильности и хотя бы в зоне его прохождения. Да и Украине приходится регулярно садиться с Россией за стол переговоров. Поэтому нужно еще раз подумать над предложением украинского президента Порошенко, согласно которому было бы лучше модернизировать уже имеющиеся трубопроводы, а не строить новый под названием Северный поток, 2.